Так, инспектор, я не понял, вы почему нецелевое расходование наших средств производите, а? Давайте-ка эффективно используйте средства. Мы вам почему налоги платим? Вон туда эффективно, да, надо перестать. Перестать туда автомобиль. Или вы к своих коллег не жалеете, которые пихают постановления. Чем меньше заезжают сюда машины, тем меньше постановлений, тем раньше вы поедете домой. Видите как? Ну не домой, а... Ну, у нас Лугу там дальше, не знаю, чем они занимаются. У вас, вот что-то, да. Он сказал сейчас переставить, что-то надевшим. Не знаю, я понимаю вашу интимативную форму. Да это просто шум. Ты просто... Понимаете, я Павлик, я Павлик, я тут, да, власть просто немножко. Есть юмор, такой еще. Власть почувствует. Конечно, власть почувствует. Власть почувствует. Такой еще. Сейчас пешеходный зомик. Вот, там уже, о, видите? А вы говорите... На хрена здесь нужна пешеходная зона? А там знака-то нет. А зачем здесь нужна пешеходная зона? Вас чуть не сбили сейчас. Вот видите-ка. Да ну, сбить не сбили. Значит, а вот там знака нет, действительно. Вот только вот так. Вот же есть. Нет, нет, нет. Как, откуда он нет? Вот, вот знак, видите, стоит отсюда и там оттуда. Есть, есть знак. Там все есть. Есть, есть, есть. А, вон туда, конечно. Да, да, да. Неужели вы, наверное, спасете от машин? А неудобно, когда тут ездят, понимаете? Да это невозможно. Слава богу, что вы к этому наконец-то проявили какой-то. Нам ходить здесь невозможно. Вот видите, как теперь пешеходная зона только для вас, только для пешеходов. Только водители не знают этого. Спасибо огромное. Вы нас выручили. Невозможно ходить. А, постоянно такое. Видите-ка. Сколько я раз здесь был, здесь обязательно в массовом порядке. Человек 10-15 точно скажут вот это вот слова. Пустеет наши ряды. В смысле автомобиль. Уже меньше, уже меньше. Два раза. Да? Да. Ну, инспекторы переехали, перекрыли основной проезд. Здесь в основном заезжают. Они частично стали вот там заезжать. Но там мало все-таки. Все в основном видят и понятно, что они паркуют. Ну все, там оформляют. Вот Алексей тут у нас главный по Воронегу. По этой теме всегда ответственный. Как канал НашНадзор. Подписывайтесь. Видите, как люди ему благодарны тут ходят. А это самое главное, чтобы для людей все делать. Да, это очень много было конфликтной ситуации. Водители были очень неблагодарны. Но пешеходы, да. Ну сейчас, сегодня понятно. Сегодня все понимают, что пешеходная зона вопросов не задает никаких. Поэтому так. Вот видите, главный вопрос у людей возникает. А почему мы должны делать себе парковку? То есть, если бы каждый в своем дворе, там, в своем, там, где он работает вместе, сделал бы себе, если нужна парковка, сделайте себе парковку, чтобы и пешеходов соблюдать права, и водителей, как бы водителям, чтобы удобство было. Без проблем. Но если вот так вот стихийно парковаться, где, как бы, захочется, это не делать. Не обращаю ни на что, ни на кого, да. Да, а потому что надо усилия приложить, чтобы вот, я уверен, что Алексеев приложил усилия, чтобы вот этот знак появился. Это очень сложно. Вот. А они ничего не приложили, они думают, что за них кто-то... И нападали в меня здесь из пистолета, и нападали неоднократно, и... Блогеры приезжали, пытались разобраться. Некоторые, которые, скажем, не очень знают правила дорожного движения. Так что все тут было, чего тут тут не было. И на капотах катали, и приемы многочисленные в администрации, и обращения около... Ну, десятки обращений, может, 50, может быть, уже под 100, чтобы вот хотя бы знаки установили. А этот знак сегодня поставили, да? Прямо сейчас. Прямо сейчас? Вот мы заехали, и мы поставили. А этот магазин тоже закроют? Да, мы не знаем откуда. Да, а как же вот здесь стоянка, что же делать? На проезжей части. А, на проезжей части. А ничего, что там нельзя тоже ставить? А с чего вы взяли? А? С чего вы взяли, что там нельзя ставить? Так, то есть вы хотите сказать, что мы здесь вот у проезжей части, мы будем ставить машину? А здесь нельзя? Нет, тут можно, а здесь нельзя. А, ага. А когда поставили знак, не подскажите? Два месяца назад, примерно. Ну, вы что, правда? Два месяца назад? Я здесь живу уже много лет. У меня есть фото с числом. Покажите, пожалуйста. Фото с числом. Наш надзор ВКонтакте. Посмотрите. Да, адрес скажите. Наш надзор. Наш надзор. Два месяца назад поставили. Ага. Там ответы есть и фотографии, да. Ага. А сегодня вы решили вот так вот все вот устроить, да? Ну, мы здесь уже распятый, примерно. Распятый? Да. А, понятно, а? До знаков, причем были, когда здесь тротуар был. Я вот единственное, что не понимаю, какая разница там вчера, позавчера установили знаки. Он же стоит. Когда человек заехал, он уже был. Он же видит, да, что знак. Да, обстановка меняется. Да, в Воронеже, так сказать, проездом, можно сказать. Ну, да. Вот, с Алексеем скоординировались и наводим тут порядок. Уже троих помазали. Ну, нормально, пусть он сколько-то работает. Все правильно делать. 5, 6, 7, 8, 9, 201, 12, 13, 14, 14, 14, 15. Суторые три оформляем. Двенадцать машин, да? И здесь к три. Пятнадцать машин всего лишь. Тут такого не было еще никогда. Ну, в основном отсюда заезжали, на самом деле. Да, конечно. И большой же есть, широкий. Они и туда едут, и сюда. Поэтому я попросил снизить концентрацию нарушения. Здесь, возможно, хотя бы временно, на летний период надо установить, вот пока нет реконструкции, эти блоки какие-то, да? А, я просил. Ну, вот, видите. Если зимой уборка снега хотя бы, да? А летом можем. А летом, да, летом, я думаю, проблем уже будет реконструкция. Я добьюсь, чтобы было весной, летом обязательно. Ну, чтобы вопрос все это место закрыть. Потому что я не люблю, чтобы вот там ролики делать какие-то, ездить постоянно. Я люблю, чтобы вопрос закрывался раз и навсегда. Чтобы никто никогда здесь не нарушал. И чтобы всем было удобно. Вот так надо сделать, добиться. Лайк Алексеев за это и подписывайтесь на канал НашНадзор. И так будет везде в Воронеже. Проблемных мест еще 50 остается. Три примерно уже закрыты, ну, столбиками. Столбиками, блоками реконструкции три уже сделаны за два года. Еще где-то пять будет в этом году сделаны. Ну, остальные останутся менее значительные, а то будем закрывать со временем. Послушай, а как тебе можно обратиться, написать, допустим, если человек живет в Воронеже и знает вот такое проблемное место? Наш НашНадзор ВКонтакте, я есть в стримы смотреть. Е-мейл есть на канале размещен. Электрон адрес. Ну все, ссылки все, в общем, будут в описании на Алексея. Ссылки все есть, да. Необходимо. О, тут покажи, как дети ходят. Вот тут ходят дети, мамы с колясками, так что... Тут огромный поток людей с детьми идет. Поэтому, действительно, когда машины тут ездят, это очень-очень опасно. А не могу ли вы туда встать, на ту сторону? Нет. А, ну я у меня вот в машине машину приснил. У меня вообще конец. Вот так за ним проехать. Не, а вам можно. Не, может через двор, на самом деле, инспектор. Вот так. Вот так, через двор. Вот так. Сейчас станет. Да, нужно просто оптимально распределить ресурсы. Тростные средства. Да, если стоят, они все равно не заезжают. Вам же меньше оформлять, в конце концов. И меньше оформлять, и сразу привлекать к ответственности тех, кто уезжает. Было бы отлично. Можно, да, так? Все сделаем. Да, желательно навсегда, пока тут реконструкция не будет. Навсегда они не смогут тоже, они же ДТП, если это понятно. Ну, ДТП это... Ну, либо вы хотели бы пойти работать в ГАИ. А там не дадут законно работать. Не, не хотел. Не хотел бы. Ну, вы попробуете законно работать. Позвонят, Лексус, вот это не привлекай. А вы попробуете? 0,01. Все, ха-ха. Зачем? Ну, а что вы боитесь? Пройдите в ГАИ, поработайте. Кого там боятся? Должноста есть. Приходите. А почему они есть? Почему есть? Вы ко мне обращаетесь? Да. Я делал кадров. Нет, почему вот есть вакантные должности? И там все под указку. У вас же так, да. Туда сходи, туда не ходи, вот так. То есть сам не может... Ну, есть подчиненные, я имею в виду. Всегда все начинают с того, что оно сучи неоне. А тут будет указ – сходи туда, отдай честь тому, сходи туда. То есть будешь постоянно находиться. А что, честь нужно кому-то отдавать? Ну, командирам. Ну, вы что? Не надо развиваться. Это называется воинское приветствие. А, приветствие, ну хорошо. А честь никому не отдается, она одна. Хорошо, да. Воинское приветствие. Воинское приветствие, воинское приветствие. Честь, вы знаете, как в царской армии говорили, да? Согласен. что честникам а это кто это на смену или в помощь на бланке а вас мнение у вас нет еще это печатать печатать вот все на шиктора круто это отлично не поставили как положено но вы от руки пишите постановление что у них нет еще надо обеспечить компьютерах планшета надо обеспечить планшет приехал машин а водитель 50 привлёк вон тот инспектор за два часа на 20 лет октября после этого там установили но не после этого и обращение были написаны столбики разграничивающихся пешеходной зоны и знаки парковка где-то в аренду это территория здравствуйте водитель сожалению заехали на пешеходную зону переставьте пожалуйста вот знак 33 там обратите внимание когда будете выезжать человечек и зона написано пешеходная просто обратите хорошо повниматель все до свидания все водитель езжает да конечно вопрос нет не заметила посмотрит обещал повниматель если там был так же ну выезжайте по кратчайшему пути где выезжали там уезжай кто-то так быстрее это у вас оформлен ничего не сделайте да теперь раз заехали да самое целесообразное вот там поставить еще машину ДПС и за это время пока оформлять поломки смотри на шестерке увидел все видел да 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 машин не перестал поправить ха-ха вот на шестерке человек встал хотя вроде бы как на проезжей части но запрещающих знаков тут нет но если на проезде вон там поставить все равно ничего не будут нарушать потому что здесь пешковая зона и все равно никому нельзя здесь поток наверное в час в тысячи человек точно будет здесь пешеный поток здесь улица одна из основных и много социальных объектов разных школы, детские сады вон видишь скоро поехала ага больницы находятся ну и жилых домов очень много поэтому тут такой поток идет людей а не погреться все да да вот этот вот человек меня сбил почта России убивает ребят 63 примерно да его предупреждали что он это самое что сзади я стою и он мне запачкал штаны вот всем привет ребята это у нас Воронеж сейчас только часть дела сделано так девушка все так скучненько прям ни лайков нет ни комментариев ни подписчиков не популярны мы не популярны в ютубе посмотрите там чуть-чуть популярнее в ютубе ну посмотрите удачи вам удачи вам а вы переставьте машинку удачи вам азарт здрасте водитель расскажите что вас подвигло заехать сюда здравствуйте товаров на пешеходной зоне нельзя разгружать товар к сожалению да давайте не давите людей пожалуйста давайте аккуратненько назад и с проезжей части разгружайте товар либо если вам магнит вы можете объехать вот там с той стороны и разгрузить когда есть машинки мешаешь правильно мачты отвлекаются ну да вот идешь в магазин там своришь там назад еще и сигналят то есть еще говорит пешеход говорит отойди а их вообще тут не должно быть понимаете так инспектор я не понял почему не целевое расходование на фиг средств производите давайте-ка эффективно используйте средства мы вам почему налоги платим вон туда эффективно надо переставить переставить туда автомобиль или вы к своих коллег не жалеете которые пишут постановления да чем меньше заезжают сюда машин тем меньше постановлений тем раньше вы поедете домой видите как ну не домой а ну на службу там дальше не знаю чем они занимаются в второсуточном да он сказал сейчас переставить надежда не знаю понимаю вашу тематин форму да это просто шум понимаете я павлик я тут да власть просто немножко есть юмор власть почувствовал конечно власть почувствовал да я себя почувствовал шутить несерьезно он говорит это шутка такая он разговаривает с вами в шуточном токе мы же дворожелательно настроены к вам что вы так прям агрессивные вы добрые он по доброму все объяснил он пошупил инспектор не оценяет шутки хорош я же говорил пешеходная зона с той стороны заедете документы или обвелечек вот отпустили человека а он с этой стороны заед он опять сделал там он за знаком пускает за пешеходной зоной правда, 10 метров вот они нам помогут? я не знаю обратитесь к ним не, надо намять ломовут они, мам, или не помогут ну, если заплатят, поможем, конечно 10 тысяч рублей да, ведь человеку всего лишь надо было, в общем-то, встать на 10 метров он в чем? тут метров даже не 10, 10 метров не будет в чем? тут площадка специальная да, до знака как раз даже если сюда подъехать я же ему специально сказал, с этой стороны подъезжай вот до знака раздружайся не будут предъявлять, если вплотную к бордюру подъедет потом и в зоне пешеходной уже будет ну, ничего страшного здравствуйте расскажите нам, что у вас подвигло сюда заехать здесь знак конец, здесь проезд вот дальше здесь нет проезда, к сожалению здесь пешеходная зона смотрите, вон знак стоит вот там пешеходная зона там стоит да, да, дальше тут знака нет, здесь пешеходная зона знак, покажите вот пешеходная зона где? поехали с правой стороны, вот где вы въезжали видите знак здравствуйте, тут пешеходная зона уберите пожалуйста машинку быстрее а то у вас оформят просто гаишники понял извините тут раньше я знал что там нельзя ездить здесь сейчас нигде нельзя ездить здесь сейчас нигде нельзя ездить значит машины тоже тут незаконно стоять конечно вон их оформляют видите давайте быстрее это самое уходите отсюда то чтоб гаишники вас не оформили да не за что то есть вы этого не понимаете что понимать зачем вы поставили за счет вот правильно из газона незаконно вырубили понятно и там тоже самое то есть дело кто здесь газов дск при строительстве ну что диск сказал вам вам что реконструкция летом о выделение парковочных мест и с образованием тротуарной зоны а сейчас пока что то есть на сегодня мальчики будут не знаю надо надо задать вопрос надо задать вопрос нет то есть вы видите то есть кто-то сделал стоянку вы при этом не пуска вы где были почему вы их не снимали почему вы не снимали скажите почему не родились нет когда я вот это дело не надо вам что три года и жилой дом у них разница в 40 лет это бизнес мне кажется лет 15 назад и не менее нет его строили в 2005 вы еще не родились на вы еще не родились вы еще не родились вы еще не родились родился наверно так вот вот я говорю что надо надо посчитать вот вы вот посчитайте так пешеходная зона поставьте вот здесь прямо хотят газон обратно сделать чтобы было красиво с одной стороны машину убрать вот именно вот видите гаишники стоят убираем значит пешеходная зона что здесь вообще быть не должно вот правильно ребят молодцы помогите нам ну вот помогаем вам да правильно не прошу это оставили это все не мало а то вообще это было много мы их просто выгнали все а то идешь а он сзади тебя едет я бы хоть не сигналит очень много просто дтп было люди жаловались поэтому поставили знаки пешеходной зоны но вот скоро здесь будет реконструкция и отделят вообще они уже заколебали машину нас это вообще невозможно а я и думаю чуть думать не то авария была а это окажется в этот порядок ну и вот стоят перед магазином ну че вот они правильно стоят нет конечно тут их вообще быть не должно штурфовать надо побольше бы они тут не стояли все спасибо вам спасибо я понимаю я говорю о том что вы подходите с одной стороны я это уже все равно же надо переставлять я понимаю что нас тут переставляет зачем все переставляет спросите у ДСК так вы спросите вы видите а мы спрашиваем нам ответим не за кофе у нас есть ответ что же он делает там попытался пересвесить можете просто смотрите нельзя нельзя пешеходная зона пешеходная зона прайд а а а мужчина не никак вдоль вдоль мы вдоль дороги везде можно вот вот тут стоять и грамот вот тут можно чего здесь нет парковок что для зоны обзнак обратите внимание вот знак Да, вы его проехали. А вот принципиально снимается? Почему знаки правильно стоят? Почему неправильно? Ну, потому что если ты сюда поворачиваешь, сюда же прищет поворот, должен быть стать знак на дороге, который запрещает сюда поворот. И что, назовешь? Знак должен стоять на дороге, а не при повороте. Знак какой? На перекрестке? Знак ставится на перекрестке. Если стрелка, то он на перекрестке. Вот сюда должен быть знак запрещен поворот. Ладно, хорошо. Здесь почему нет знака запрещен поворот? Куда? Вот здесь почему нет знака перед газоном, что запрещен на газон. А это дорога? Это газон на дорожном повороте. Правильно? Правильно. Так вот, бесшотная зона. Подождите, тут официальный заезд. Сразу согласны? Да, правильно. Есть асфальт. Есть обозначение перекресток. Правильно заедем сюда? Это не перекресток. Это перекресток. Откройте правила выезды второстепенной дороги. Что такое перекресток? Перекресток это пересечение любого пересечения. Это не проезжая часть. Второстепенная дорога, выезды второстепенной дороги. Он сейчас выезжает отсюда? Да. Вот он сейчас выезжает? Да. Это значит является перекрестком? Нет. Подожди. Дорога на одном уровне. Дорога на одном уровне. Дорога на одном уровне. Бордюрам нет ограждения, что я сюда заехать не могу? Нет. Нет. То бишь все показывает, что я сюда могу завернуть. Правильно? Если бы не было знака, я бы с вами согласился. Нет, послушай меня до конца. Есть знак, да? При повороте очень тяжело рассмотреть знаки, потому что есть много движений. И по правилам дороже движения, если есть обозначение сюда заезд нельзя, например, если у вас стоит кирпич, да, когда взрываетесь на одностороннее движение, есть выезд с другой стороны. Но перед односторонним движением, перед кирпичом, обязательно уже стоит движение, либо знак движения прямо, либо поворот запрещен. Для того, чтобы человек, когда ездит сюда, начинает заходить, чтобы он не создавал аварийную ситуацию. Он видит, что ему сюда запрещено, и он проезжает. Есть решение прощее. Вот тут поставить бетонный блок, и как бы в проблему решится. Не вопрос, не вопрос. Ну, напишите в администрацию, поставят, наверное. Вы сейчас снимаете, вы активисты, да? Я понимаю, что вы поддержите права людей, правильно? А право автомобилистов вы поддержите? Вы считаете, это правильно, и они знаки ставят? Я, например, считаю, что неправильно знак ставят. Наша задача только показать проблему. Если автомобилистам это мешает, автомобилисты у нас же с руками, с ногами, с мозгами. Вы за пешеходов заступаетесь. Стоп, стоп, стоп. Дело не в пешеходах. Мы, вот, моя, допустим, основная задача, да, как журналисты, активисты, там, как угодно, чтобы вы задумывались. Вот вы задумывались, правильно, что, ну, правда, ну, непонятная ситуация, правильно? Ну, правда, действительно, да. Если есть нарушение с одной стороны, вы должны об этом тоже говорить. А почему говорить только с одной стороны, что... Вот, я же вот сейчас на камеру говорю, что здесь нужно поставить этот самый бетонный блок, чтобы водители не могли нарушить физически. Нет, ну, вот они нарушат, вы здесь не можете поставить бетонный блок по одной причине, что это может быть пожарный проезд, и это запрещено. А пожарный проезд в YouTube можно проехать? Нет. По бордюру запрещен, по бордюру пожарные машины. Почему? Вот для пожарной машины можно вступать от правил. Вот здесь пожар. Да. Так он должен по бордюрам проехать? Ну, вы пожарную машину видели, конечно. Вот для этого... Нет, ну, если пожар будет, то тут заехать. Если пожар будет, то это все, во-первых, можно будет отодвинуть, а во-вторых, через газон проехать, я думаю, что в состоянии крайней необходимости... А если ты настаешься пожарный проезд, должен быть знак, который запрещает водитель. Ну, не знаю, как ты это поворачиваешь, его тупо не видишь. Поверь, сейчас вот здесь будет стоять машина? Попробуй, верни, не увидев этот знак. Ты увидишь, потому что машина боится. С вами согласен. И, во-вторых, знаки ставятся, во-первых, по правилам, знаки ставятся не со стороны пассажира, а со стороны водителя. А он ставится со стороны пассажира. Почему? То есть с левой стороны, что ли, знаки ставятся? Ну, со стороны водителя, ну, ты поворачиваешь. Ты много смотришь. Ну, можно было продублировать. Согласен. Нет, я с вами согласен, что если бы вообще не было этого знака, вот мне тут Алексей говорит, что это тротуар, да, все, все время. Если бы не было этого знака, я бы вообще не подумал, что это тротуар, на самом деле. если по большому счету. Да, тут всю жизнь катались. Да, тут всегда катались, потому что тут действительно нет бордюра, тут заезд какой-то, правильно, я бы, я бы подумал, что это парковка, правильно, да, но знака парковки действительно не было, но пешеходная зона, да, смотрите, вот, ее знак пешеходной зоны ввели недавно, человек, когда едет, да, вы думаете, он сразу же понимает, что он делает? Многие по инерции едут, да, из-за этого надо ставить на проезжей части знаки, а не внутри, по месту. Ну, а как поставить? Я вам, я вам, наверное, открою секрет, вот Алексей расскажет, что здесь в ближайшие месяца два будет реконструкция и восстановят тут газон, а там сделают парковку именно со знаком, все нормально. Ну, согласен, что на этот период хотя бы нужно поставить эти самые полусферы, там, или ступовые. Вы просто люди заводят, эти знаки заводят, загружение валить, и... Большинство их просто не видят, на самом деле. А то, что не с твоей стороны, вы думаете, у вас права есть? Конечно. Вы все знаки видите, как в незнакомом городе? Бывает, нет, ну, как у каждого бывает, я тоже мог не заметить этот знак, конечно. Делок не в этом. Ну, с этим активистом я согласен, да, парк. Тут вы как прогибать, парк, не сказать, что отравлено, знаете. Так мы же не всех, что это самое, оформляю, это, ГИБДД, что мы отправим. Мы в основном говорим людям, что здесь нельзя заезжать сюда, да, пока что. Ну, даже сначала создать условия, люди, нельзя издать. Какие? Они сами себе должны создать условия. Что мы за них будем, как маленькие дети? Они купили себе машину. Правильно? Купили себе машину, значит, они взяли на себя определенную обязанность. Правильно? Они должны задумываться, если им нужна здесь парковка, поверьте мне, вот Алексей ходил, пороги обивал, инстанции все, и сделал так, чтобы здесь была реконструкция ООН, а не здесь, не те, кто здесь живут. Хотя это, в принципе, не его проблема. Он мог бы тут ходить, их просто, это самое, обелечивать, понимаете. Ну, он просто торговый центр, а почему торговый центр должен быть? Дело в том, чтобы люди задумались. А почему торговый центр, что, не может оформить себе парковку вот тут даже? По закону, как сделать? Они вместо этого украли газон, блин, и все сделали проще. Понимаете? Ну, сколько лет назад украли? Я тут лет восемь. Ну, говорят, лет пятнадцать нужно. Поэтому. Нет, 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 стой, 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 стой. Потому что мы пешеходы на промечании, ой, на этом. Мы не можем садать ДТП? Постойте, пожалуйста, вы заехали на пешеходную зону, тут нельзя ни парковаться, ни ездить, так что уезжайте, пожалуйста, отсюда быстрее. Куда? Там, там есть знак, вы сейчас будете выезжать, посмотрите. А я не могу перезвонить. Классно, свидетельство, потому что, когда есть пешехода, зачем его там останялся? Обязательно. Это не делается. Обязательно? Зачем? А у меня есть претензии? Нету. А у вас есть? И его не надо освидеть, потому что... Чтобы потом... Нет, а есть... Есть какие-то... Нам сказали в любом случае, чтобы потом, не дай бог, не было проблем освидеться. Кто вам сказал? Смотрите. Нет, а если что-то никогда не делается? У меня наезжали, знаете, раз в 30. Ну, а я оформлял освидетельство водителя. Меня? Нет, водителя. А, водителя пусть, а меня-то я причем. Я могу и пьяным ставить, или что в этой зоне? И что дальше? Да, какая разница? Пьяный, пьяный. Че? Тем более, он похож, что есть куда зрение какое-то? Ну и все, зачем? Ну и у водителя нет. Ну и зачем? Ну и у водителя вы обязаны по закону, а его? Да освидетельствует, что у нас сейчас будет в воде. Зачем? Нет, здесь у нас есть. А, ну сейчас проверим, наверное, все. Я думаю, что у него нет ничего. Я тоже так. И вред здоровью он не заявляет, правильно же? Все как было. Загрязнение только. А вы уже на него составили, вынесли постановление, да, в отношении водителя? Я выносил постановление по поводу, кто здесь был, и не занимается другой событий. А, надо справку ДТП же тебе еще, правильно? Для здравоохранения. Да, да. И постановление копия. Вот такое постановление. Да, ну переехал бы кто-нибудь. Павлика сбили уже. На тот конец бы переехал. Да, три машины инспекторов. Я чуть не понимаю, почему они тут стоят. Вместо того, чтобы переместиться в несколько более аварийное место. Они планки подвезли, да? Нет. Нет. Помощь прием? Ну, у нас они поменяют сейчас, когда мы оформим все, потому что у нас обед не было. А, отлично, отлично. То есть они будут здесь продолжить? Ну, я думаю, что да. Супер. Слушайте, а что тут кучковаться-то? Вот мы уже третий раз предлагаем вот туда машинку поставить, чтобы вам меньше... Сейчас я тех попрошу. Мы сейчас еще вас не оформили. Сейчас оформим. Не, я понял. Не вашего, а вот вторую машинку. Вторая машина. Вот. Моя машина. Ну, не ваша, а служебная. Ну, а что не переставить, действительно? Не сделать. Ну, а что, долго, что ли? Ну, в чем проблема? Мне просто непонятно, в чем проблема. Ну, понятно. Есть какие-то причины? Есть причины. Служебные. Если какие-то служебные причины есть, конечно, вопросов нет. Служебные причины. Поэтому я вам их не назову. Как о моем стороне мы переедем. Хорошо. Вопрос нет. Сломалась, что ли, машина? Служебные причины. Если сломалась, то я могу просто подкурить, если аккумулятор. Не надо. Как хотите. Может, действительно сломалась? Павлика сбили, ребят. Идите сюда, смотри, что там стоит. Что? Ты же пострадал, что ли, а не я. Ну, и что? Вы что, не умеете оформлять, что ли? Не, размер же показывает. Не умеете? А, ну все, что. Все. Вы же грамотный сотрудник, правильно? Что вас отвлекать? А то скажите потом с камерами там в лицо тыкают. Нифигайся, грамотный машина в спецсвязи не привлек к ответственности. А, это он что? Да нет, да я шучу, конечно, про грамотность там. Я просто не веду. Что стоишь, говорит, с камерой там? Я же тяжелее камеры ничего в руках не держал. На тот момент, когда спецсвязь не привлек был, не очень грамотный. А сейчас-то может и грамотный. А, это же он говорил, спецсвязь, там что-то можно там, да? Саренко, по-моему, инспектор сказал. Это он говорил, да, тогда, когда. Менее шесть суток, шесть суток арест наложили. Благодаря ему действия. Тебя? Да, шесть суток ареста. По 19-3? Да, по 19-3. За что? Не пропустил машину спецсвязи, они придумали сопровождение по тротуару машины спецсвязи. И шесть суток я получил. А, да ладно? Да, а машина спецсвязи поехала и разгрузилась без нарушения правил дорожного движения. Это в заре. Слушайте, а что мы с ним такие ласковые-то? Ну, а как с ним? Дальше не будет делать. Не, ну как что сделать? Ну, должно быть общественное прицание. Ну, вот, попробуй устроить. 19-3, то он мне устроит. Может, мне устроить тоже, ребята. Ни разу не сидел по 19-3. Нет, спецсвязи нет. А как тут этот самый изолятор для административных задержанных ключов? Что это? Без приемников? Как нормально? Шесть суток. Нет, ну там по условиям-то вообще нормально. Ну, а как там, может, нормально? Не знаю, ну, блин. Не очень. В Москве там чуть ли не как отель, говорят. Да, нет, у нас как тюрьма. У нас не очень условия. От зарен. Тогда выберу город себе какой-нибудь, получше. Это вот местным жителям, пожалуйста. Алексей. Накнадзор. Ну, пусть нам пообеду будет. Точно подъеду, да? Сейчас в виду. Ну, пусть подъеду без всяких этих водалей. Все без проблем. Пока здесь будем стоять. Не, ну, только честно, чтобы мы ничего там не хотели. Да, да, ладно. Да, да. Красиво, да, если честно. Без проблем. Я все понимаю. Хотя мы без обеда, ладно. Тогда в поле 2 не было, честно. Дорисую для решать в обед. Потом приедем сюда, ладно? Не, ну, что-то, ну, ладно. Приедем. Приедем сюда, ладно? Это пообеду и ты подъеду. После обеда. Только с паспортом моим не надо уезжать. Смотри, как ты сидишь. Приеду, приеду. Спокойся, шокик, ребят. Только с паспортом моим не надо уезжать на всякий случай. Ну, поушите, приезжайте. Раз, два, три. Я вижу, но я же не против, чтобы покупать. Может, какой-то экипаж более подготовлен, профессиональный, чем мы. Ну, а что ты подготовлен? Подъеду, что. Ну, совершенно верно. Берите пришли. Это там вы не разобрались, что тротуар или нет? А здесь-то видно. Получается, это же судья не разобралась тогда, да? Не я же там контрольный пост. Судья другой рассматривал. Он не рассматривал назначение. Так, инспектора, вы там уезжать собираетесь, что-то? Ну, они на обед, да. Ну, паспорт-то мой это сам. Да оформят тебя и отдадут. Не вника, я. Ну, что у меня-то паспорт, с моим паспортом не надо уезжать. А то я буду зол. А когда я зол, обычно я зол. Его лучше не злить. Да. Привет, ребят. Здравствуйте. Добрый день. Мы ехали в пешковую зону. Установлено, знаете, где... Вон, видите, пешковая зона. Посмотрим. так надо чтобы ситуации сохранилась до приезда инспекторов надо встать нормально чтобы никого не пропустить а то гляньте сколько порядок навели и все это упустим это будет не очень хорошо ребят но если инспекторы ведут с моим паспортом или будут плохо себя вести то мы будем очень я буду очень плохо себя вести а вы знаете это умеет 2 4 6 это только в 10 8 12 14 15 16 15 машин и 2 2 оформляют 4 машины м м м м м м